Тонну мусора каждый день достают из сточных вод, стекающих с левого берега, и занимаются этим всего 11 женщин. Причем работа идет круглосуточно. Однако уже в скором времени ручной труд на очистных сооружениях снизят до минимума. Каким образом это будет сделано, расскажет Виктор Бородин. Из этих решеток каждый день вытаскивают до тонны мусора. Восточные воды приходят сюда со всего левого берега, с рощи, центра и даже ветлужанки. И с таким объемом вынуждены справляться всего 11 человек. На них падает самый первый этап очистки, когда с граблями в руках надо отсеивать весь стекающий сюда хлам. Это вот то, что никто никогда не видит вообще, что такое система водоотведения. Матрасы, подушки, тряпки, пакеты. Нечистотами из канализации порой топят и городские улицы. Самое яркое из недавних случаев. Без воды остались три дома в белых росах. На семафорной затопило машину, а на мясокомбинате нечистоты и вовсе пошли прямо в озеро. Вот отсюда сточные воды попадают в ливневую канализацию, дальше в речку, в ручей Бугач и в озеро мясокомбинат. Главная проблема – старое оборудование. И не только в городе, но и на предприятиях, из-за чего на левом берегу так много ручного труда. Вытаскивать мусор граблями из решеток надо круглосуточно, но уже в следующем году ситуация изменится. Здесь появится новый комплекс механической очистки. Это уникальный проект и оборудование уникальное, которое для нас в разных странах. Я сегодня называл, что три страны – Россия, Финляндия и Китая. Поэтому это практически уникальный проект. И проектов одинаковых не бывает. Они готовятся, исходя из состава исходной воды, исходя из специфики предприятий. Поэтому такого точно нигде нет. Самое главное, что из-за автоматизации люди не потеряют рабочие места. Они также будут заниматься сортировкой мусора, но уже с помощью компьютеров. Всего на новые комплексы оборудования уйдет 160 миллионов рублей. Город развивается, понятно, дополнительные потребности появляются. Поэтому как развивая, мы модернизируем старую систему. Если развивать не будем, то тогда и вот здесь ничего не восстановим. Это, понимаете, как замкнутый круг. Если вот в него не войдешь, если не будешь развивать, ну здесь просто-напросто у тебя просядешь и все. Тебя просто это назад попрет и утонешь в своих нечистотах. Главный итог таких процедур – вода должна вернуться обратно в Енисей. Для этого из нее не только вытаскивают мусор, она проходит несколько этапов очистки. И по экологическим стандартам ее качество на выходе даже лучше, чем у питьевой воды. И в ней даже можно спокойно разводить рыб. Виктор Бородин, Сергей Раков, 7 канал.